Красноярцам предлагают решить, как должны выглядеть городские скверы, бульвары и набережные. Список территорий, которые облагородят горожане, выбрали в прошлом году. Теперь пора проработать детали. Где-то установят малые архитектурные формы, где-то мини-горки и лабиринты для детей. Кому-то больше нужны площадки для выгула собак. Что нужно сделать, чтобы ваше мнение услышали, расскажет Юлия Рядчикова. По новому асфальту к обновленному скверу в Центральном районе. Работы здесь только начались, но уже к следующему году он заметно преобразится. Этот зеленый уголок вошел в двадцатку общественных мест, которые должны привести в порядок. Горожане сами составили список еще в сентябре прошлого года. Те 20 общественных пространств, которые красноярцы выбрали для благоустройства на 2021 год, никто не забыл. Соответственно, сейчас начинается подготовка к их будущему благоустройству. Почему так рано? Ну, готовься они летом, чтобы у нас уже в этом году была вся проектно-наследовательная документация. И в следующем году работы можно было бы начать как можно раньше, как только позволит погоду. То есть пройдут торги уже, подрядчиков искать. Голоса горожан собирали посредством бюллетеней. Их сбрасывали в урны в библиотеках и районных администрациях. В этом году нужно решить, какими именно должны быть благоустроенные скверы. Ответить на вопрос так называемого внутреннего наполнения. И на этот раз сбор мнений выстроят иначе. Его поручили молодежи, а у нее современный подход к делу. Все переходит действительно в онлайн-формат. Начинает онлайн-анкетирование, что каждый житель имеет реальную возможность высказать свое мнение и пожелание относительной территории в анкете. Мы запустили большое количество групп ВКонтакте отдельно по каждому пространству. 13 из них находятся в городе Красноярске. Уже сегодня начинается первый урбан-форум по пространству на Мирошниченко в Октябрьском районе. Соответственно, все будет проходить на платформе Zoom. Люди будут распределяться по сессионным залам и высказывать свои мнения и пожелания. Видение тех, кто интернетом не владеет, тоже будет учтено, обещают организаторы. Уже есть договоренности с районными администрациями, что люди смогут выйти в сеть в какой-либо из библиотек при помощи куратора. Так, в Центральном районе обустроят один сквер, в Железнодорожном два сквера, в Ленинском и Октябрьском по три, а в Советском шесть. Две территории преобразятся в Свердловском, в Кировском отремонтируют сквер, бульвар и набережную. Три территории, за которые проголосовали горожане, все же пришлось заменить на три других, но в тех же районах города. К такому решению пришла комиссия, в которую вошли депутаты, общественники и специалисты по благоустройству. Дело в том, что одна из них является двором, вторая не так уж требует благоустройства, а третья, что расположена по улице Воснецова, находится в охранной зоне ЛЭП. Вместо нее появится вот этот сквер по улице Судостроительная. Местные жители такой рокировки в списке очень рады. Говорят, что территория востребована, через нее дети идут в школу, а родители на остановку. Голосовать за благоустройство будут непременно, вот только видят его все по-разному. Дороги, да, асфальтированы, и мне важно, чтобы были цветы и, допустим, какие-то такие мини-горки или какие-то лабиринты для детей. Я вот как владелец собак считаю, что нужно как-то побольше пространства для того, чтобы можно было собак выгуливать спокойно, чтобы не мешать людям при этом. Благоустроено какими-то и тренажерами спортивными, и зонами отдыха, может даже какими-то немножко развлекательными играми тоже вот. Тоже было бы очень хорошо, чтобы сюда пришел, отдохнул, получил удовольствие. Так что, конечно, будем голосовать. Разрешить спор помогут специалисты Центра социологических исследований, которые подключены к работе. Получив срез мнений, они подготовят отчет, который передадут проектировщикам. Голоса горожан будут собирать до 20 августа. Юлия Рядчикова, Владимир Фетисов, 7 канал.